Он не может 30% профинансировать свои личные средства. Я уже уйду в другой район, где, например, ЧИЛНИК уходит. Спасибо. Олег Юрьевич, вы? Нас наказывает частный компонсер. Поехали, хотел бы сказать, что в последний раз отдел статистики даже угрожал штрафом. То, что вовремя не предоставили. Штрафом? Кто это? Отдел статистики. Это статистика района. Теперь они еще штрафуют? Они, конечно, штрафуют, но ругать им не будет. Нам озвучили, что штраф там большой, что от 100 тысяч года начинается. Мы шумуем при дальнем травмации. Фривейда? Фривейда. И вот у нас по отчету с резидентом про меня были. Он тоже говорит, почему я должен давать. С ним постоянно ситуация, когда он не дает информацию. Это по отчету. По преимуществам тоже хотел сказать, но преимуществ никаких нет. Ну, все говорят, почему мы должны идти и как заполнять вот эти парки. Проблемы такие уж, ознакомые как отдаленные, производства у нас мало. Вот как-то тоже, как Амитская, ну, в основном 90% от нефтяники, как бы это, ну, производство мало, что тяжелого. Ну, единственный плюс, что в этом году, по решению главы, нашу промплощадку, ну, пока решение из Совета депутатов было Горобского, чтобы освободить площадку от земельного и налога на имущество. Единственный плюс, что в этом году. А, вас освободили? Ну, по земле, наверное, не имущество не могут. Ну, и регионально. По земельным и земельным налогом. Ну, это если они в собственность фокупят, у нас, например, мы можем предоставить только в аренду этот земельный участок первоначально. Собственно, это же не может. Там от арендной платы, так сможет. Да, от арендной платы есть, через указ президента пройдут. Да, потом этот резидент выкупает в собственных земельный участок, и только потом мы его можем освободить от налога, например, на три года. Да, у нас тоже есть такие моменты. Но когда этот резидент построится пока? Сколько лет пройдет? А у вас часок в совмест? Собственно. У нас мы его собственность не можем предоставить. У нас еще такой минус есть в муниципальных площадках. Мы только в аренду можем. А если я еду через торги, то освобождение тоже никак не сделаешь. Да. А освобождение, а сколько через инвес? То есть все в чем? Особоим этот аренд, они могут в другой земельный участок, если он будет предоставлен без конкурсной процедуры. А земельный код властей, что на земельный участок должен предоставиться или через торги, там, конкурс, или через указ президента. Все, то с вариантом нам больше нет. И даже через указ президента, когда мы предоставляем, все равно за него управляющая компания должна будет платить арендную плату за этот земельный участок. И, естественно, это арендная плата. Опять-таки, будет на резиденту нагло. На арендную плату решение в бурссовете можно снять там очень сложно. Потому что если через торги пройти, то уже арендную плату не снимут. Даже если будет решение в бурссовете, оно будет нелегитимным, потому что на конкурсе торгуется не арендная плата земельного участка, а сумма контракта. Ну, на аукционе нет. То есть, если у них есть территория промплощадки сейчас, они захотят заключить договор аренды и освободить. А главное, не через аукцион, а кукулу. Да, через аукцион, то не освободят. Нет, это закон. Вот есть только мы, да, вот три назад нашли в эту лазейку, что вас президент. Так как мы отдалённый район, мы не можем через аукцион, противо, желтый год пытаемся. Ну, не только отдалённый, потому что у вас... Ну, если не можем, да, мы отдалённый, у нас мы инвесторы, мы можем их привлекать. Мы вроде привлекаем, но они со скатки не уходят, потому что не готовы столько ждать. Ждать не готовы. И ждать, и вот эти 30% на джер. Так нет, такая проблема во всех муниципальных парках пошла. Ну, Куб Мария знает такая же проблема. Они тот же указ прошли, потом Плюнская, это пошли вы. Мы сейчас будем через торги отдавать, и всё, пофиг, найдём им президента. У Мамадыши там тоже ситуация, которые хотели пойти, и не знаю, пойдут, не пойдут. Ну, все вот муниципальные промышленные парки, которые получили в то время поддержку Минэкономного развития России на средствах инженерной сети, у них вот сейчас реально проблема, сейчас с землёй проблема как-то передавать. То есть, чтобы больше преференции в год сделать. Сегодня у нас к СССР создали, там, Минограда. Ну, будет как-то быть конкурентоспособными. Дальше у них будет вопрос, сейчас вот мы дошли уже до этого с сетями. То есть, сети исполком может передать. Если не передать, то, если они передают, то будут стандартные тарифы. Если не передавать, то как не передавать? То есть, либо прочь компания отдавать, или ещё что-то. То есть, тут появится ещё вопрос, только надо сами решать. Проблем-то много на самом деле. Они еще дальше с ним. А сети муниципалитет у себя ставят? Тоже не имеют права. Тоже не имею права. Или Франции всё мы должны передавать? Или, например, Газпром отдавать собственные сети сети? Просите, давайте отдельно. Что с сетями нужно сделать? Какие решения? У нас сети собственность муниципального района на сегодняшний день. Они построены за госсчёт. Они переданы на банан с муниципалитетом. Они должны быть с ними что-то делать. Бюджет на содержание сетей в муниципалитете не предусмотрен в текущем. Нужно передать. На каких условиях и кому-либо? Если они передают монополисты, то есть сетевокомпании, или каналу, или кому-либо, то появляется сразу завышенный тариф. То есть, если пишут, например, 6 рублей, ну, там, вот, конечно, подешевле, там, 5 рублей, там, ГАЗ, то же самое, там, по всем счетам, там, там, ТАЛАТы дают, которые везде есть. И с ним уже ничего не сделаешь. Никакой год ты здесь не добьешься. Есть вариант отдать организации, которая там, например, управляющей компанией. Но в пользовании только. Через торги, опять же. Можно, там, на самом деле, или в пользовании, или на обслуживание. Но на обслуживание они не смогут продорговать, потому что они берут на суппад этот другой организации. То есть, система очень тяжелая. То есть, вот с этим проблемой. То есть, проблема времени обслуживания, да? Да. То есть, нет, они могут убедать... Время обслуживания, время обслуживания. Самое интересное, что, когда исполком отдает управляющую компанию в сети, и управляющая компания нанимает уже обслуживающую организацию, которая есть лицензии и вертификаты, получается, дешевле, чем если они отдадут прямую в сетевую компанию. Мы уже стали думать, а не создать ли какую-то госкомпанию, которая во всех муниципальных парках возьмет сети в собственность, не даст таким образом завышать тарифы сетевой компании, будет содержать соответствующий штат кустовым способом, да, и за счет эффекта масштаба, что она во всех районах присутствует, какая-то экономия у нее все-таки будет по штату, получит все виды лицензии, там, по газу, по электрике, все допуски и обслуживание всех видов газовых и прочих хозяйств, и будет предоставлять на льготных условиях все эти сети уже резидентами. Таким образом можно задействовать и тариф тогда уже по низкой стороне. Такая же структура сутна, вот для того, чтобы угрошенные сети, то есть взять, обиходить, да, сетевая компания, создаватель такую, ну это же, и контролируют компании, купают не сети, да. То есть, они свои цели задачи решают. Да, да. Да, она даже не варит. Мы опять от монополизма не уйдем, как бы, естественной монополии. Здесь надо цели, чтобы у этой компании не было задачи зарабатывать. Значит, она должна быть как бы гос. Бюджет, да, должна быть бюджет. Просто вопрос, поднимается ряд вопросов, которые никто не задумывался заранее, они не озвучены. То есть, мы создали инфраструктуру, пошел вопрос время обслуживания. Теперь надо ей управлять. Мы создали, да, там, там землю, там появился налог, да, время обслуживания. То есть, вот вопрос. Об этом не задумывается, само собой, не бизнес, не управляющая компаниями. И об этом, самое главное, не задумывается и государство, и регион. Что есть следующий ряд проблем. Муниципалитет, регион. Сейчас вот вы там сети подвели, а не у вас что-то делать. Нет, сети у нас мы только подвели, пока... Мы перенели баланс. А уже не знаете, куда дальше вели? Нет, нет. Ну, на сегодняшний день у нас подписаны акты прямой передачи. Сейчас мы должны сажать к себе в реестр, естественно. Тоже резон нет, сразу налог начнется. Да, сразу у нас налог начинается. А министерство экономики у нас требует, дайте нам выписки, дайте нам выписки, дайте нам выписки, потому что они строились за счет разреза. Найти, ну, на южной сети. Ну, и экономическое развитие. Да, и мы вот сейчас с одной стороны налогом, с другой стороны мы должны им продоставить эти выписки и проделать. И потом еще такой момент, если следующее, отходя от сети, чтобы... Иначе он денег придется вернуть. Да. Человек круче. Мы можем следить, смыслов. Там вопрос еще по этим свидетельствам. Там сейчас сполком должен получить свидетельство на собственность этих сетей, потому что нужно доказать, что они летят на муниципальную собственность. Раньше это занимался сам сполком. Оформил заявку, отправлял в Казань, здесь есть организация, не помню, как она называется. Отправил заявку, и они им отправляют свидетельство. Сейчас это все замкнули на Минзимовое имущество. И вот из Челны мы ждали свидетельство на право собственности, когда уже акты, которые мы передачи были подписаны, если не ошибусь, 6 месяцев. Просто ждать свидетельство, когда мы тут сказали. Нет, не понял, свидетельство. Что ждали? На право собственности. На собственности. На собственности? На сети? На что-то? На сети посажали. На муниципальную району. Да, они регистрируют, они уже регистры. Они регистрированы, они вам выпускают полгода, дают. Мы пока еще не сдали. Мы не с собой. Там вот есть участки передачи, и все участки передачи, чтобы спокойно перешли, чтобы вы можете обратить на Минзимовое имущество. И ее можно уже освобождать, тогда надо было землю. И вот это тоже. И вот у нас, естественно, экономик тоже просит, что дайте, 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 а мы говорим, у нас нет до сих пор. Отдали в Минзимовое имущество. А вы с ним где-то просто прорабатываете еще? Или у нас сотрудника занимается как раз так, конечно, с ним? О, понятно. Там Марина Олеговна и Яшина занималась сама. Да, она сначала поделала, она пока в отпуске, но не знаете, пока что-то кончилось. Нет, у нас там Кристина, она уже дайте, дайте, дайте. Потому что недель тоже нет. Для вас это означает, что вы работаете, все, что вы от них требуете. Я имею в виду, с Нинзимовым кто-то пытался вопрос отрегулировать. Мы дали в Минзимовое имущество, но мы просили подключиться. Она тоже долбила, но чем закончилась, не знаю. Я вас пока на руку. Ну, конкретно, вот это, что можно брать на контракт, если они не решаются, а в систему надо подумать, вот это, где будет решаться. У них есть какие-то регламенты, сроки, порядки, процедуры? Не знаете, да? Нет, там софт, регистрация, 10 рабочих дней. Мы сдаем документы, мы есть, да? Почему так долго? Почему так долго делать? Там сейчас просто было, потому что раньше я занималась на прямой сполком, оформлялась, отправлялась заявку, но недавно я сделала так, что сколько мы запретили, сейчас занимается сам Минзимовое имущество. Типа, на этом типа есть. Полет. Еще такой момент есть, например, земельный участок. Если мы сейчас через указ президента не пройдем, и мы напрямую будем резидентам предоставлять, которые к нам сегодняшние придут, то, ладно, они торги пройдут, ладно, льгот ничего не будет, но эти резиденты получат земельный участок, например, на 5 лет в аренду, мы уже от них, как и резидентов, ничего не сможем требовать, ни отчеты не сможем требовать. Почему? Соглашение заключите? Нет, они же могут отказаться заключить соглашение. Они же... Нет, вы, конечно, в условиях договора арены, в которых вы торговли сможете. Одно с другим вырезать. Нет, в условиях договора арены мы не можем. Это статус-земельный контакт сам приписать. Почему? В порядок сдачи в отчетности? Нет, то, что они... Нет. Как уж, может, это крыжа с правовой отношением, все, мы можем... А условиям заключения договора арены, например, сделаем заключение соглашение. Тот договор типовой, который вы заключаете через торги, в него вы можете особую услугу по порядку сдачи отчетности включить, если принечения в замене в токсе нет. Или если только мы будем прописывать это сразу в публикации? Безусловно, в типовом договоре, в форме договора в проекте, который вы на торги будете выносить. Конечно, можно. Но просто зачем? Ну, как бы, опять-таки, ему это нужно. Это же опять снижает публикации. Вот у нас, если мы это будем прописывать, у нас... Да, Юра, это возможно. Просто де-факто это... Ну, де-факто это, опять-таки, получается, мы ограничиваем идием инцидентов сразу же. А в другом районе, например, в фонде всяких обязательств. Ну, в смысле, по отчетности и всего остального. Да, тут уже госпарки, которые создавались раньше, они теперь уже думают о том, что давать послабление по арендной плате, это большая-большая была ошибка. Этим занимаются все районы сейчас по факту, и следующий район, естественно, хочет сделать так же. Но, когда даешь льготу по аренде платой за землю, это никак не стимулирует резидента строиться. Они сидят годами и не строят даже нулевой цикл. Они говорят, мы сделали ошибку, нам надо было давать льготу по налогу на землю, чтобы они быстрее стоили здания, вводили эксплуатацию и по периметру это самое, да, выкупали. Вот это экономически как бы хороший рычаг. А раз уж сейчас все остальные районы землю предоставляют в аренду бесплатно, мы тоже вынуждены, но это плохо. Но мы сделали по-другому. Мы сейчас отдаем земельный участок на 2 года, на 3 года мы даем. Если в первый год нет никакого движения на земельный участок, то мы имеем право его забрать. Забрать. Ну, вот, то есть сразу механизм какой-то заложен. И еще 3 года, да, то есть он за 2-3 года построен, то есть надо отрекладно, сколько там участок большие. Мы, он построился, мы переправляем на него. Не построился, мы также забираем. Это если через указ президента у нас. Лен, возьмите у него договор аренды. Нет, это если через указ президента. Там прямо прописано условие. Нет, 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 нет. Через указ президента там уже соглашение подписано. Конечно, соглашение в методов форума, соглашение уже. Ну да, да. Но День Федерального на уровне Республики разрабатывает проект для Санкт-Петербурга. А если через аукцион проводить, то все равно у нас по соглашению с торопом мы можем договор о аренде расхода, или через суд. То, что мы в соглашении будем прописывать, не прописывать, это не... Мы все равно не сможем договор о аренде расхода, если у нас не будет строиться. На год они не могут в аренде продать, потому что на два, на три. Потому что люди передают, скажут, что там два года аренда, что будет дальше, кто не понимает. На большие строения, если нет, нет, уверен, что начнут строиться. Каждый вопрос со всех сторон не подойдет. А зачем вообще эта кривая схема через муниципалитет? Почему участники, они умеют это делать, они делают это хорошо, но их мы не поддерживаем. Но при этом повесили дополнительные обязательства на муниципалитет, которые вообще-то не нужны.